Дальше после того, как мы смонтировали утепление, сделали контур утепления, мы на утеплителе монтируем диффузионную мембрану. То есть она у нас создает воздухоизоляционный контур. Через эту мембрану должны выходить все пары, которые у нас будут в каркасной конструкции. Вот у нас есть каркасная конструкция, да, и у нас из этой пленки уходят все пары. И, соответственно, должна быть стойка к ультрафиолету, стойка к осадкам. Вот у нас был дождик, в принципе, с этой пленкой проблем никаких нет. Испытание дождем, она выдержала. Монтируем мы ее, ну, вернее, после того, как мы смонтировали эту пленку, мы монтируем контур брус. Контур брус обязательно монтируем через уплотнитель. Крепим его на конструкционные саморезы. Брусок у нас используется 50 на 50. И гидроизоляционная пленка у нас обязательно проклеивается. То есть вот эта вот гидроизоляционная пленка, диффузионная мембрана у нас самоклеющаяся. Она обязательно должна быть проклеиваться для того, чтобы тот воздух, который у нас пойдет по вентозазору, не попал в утеплитель. Чтобы у нас конструкция была максимально энергоэффективной. После того, как мы уже непосредственно смонтировали контур брус, самая сложная задача, ну, на мой взгляд, это обрешетка. Мы должны смонтировать обрешетку уже непосредственно под какой-то кровельный материал. В данном случае у нас тут будет гибкая черепица. По этому сплошным основанию мы делаем материал, называется ОСП, толщиной 12 мм, который мы пилим на 5 частей. Вот если вы посмотрите, такие вот тут небольшие сегментики у нас. Обязательно монтируем его в шахматном порядке и оставляем вот такие вот зазоры. ОСП пилим для того, чтобы уменьшить линейное расширение материала. Крепим мы его на обычные саморезы, желтые, в достаточном количестве, чтобы проблем никаких не было. Дальше на эту ОСП мы будем монтировать подкладочный ковер, полностью самоклеящие подкладочные ковры мы сейчас монтируем. И уже потом непосредственно саму гибкую черепицу. Из гидроизоляционной пленки еще сложные места. Это у нас обход трубы. Обход трубы мы с точки зрения гидроизоляции делаем, вот таким вот образом. То есть мы поднимаем гидроизоляционную пленку и приклеиваем ее специальному клею. В данном случае у нас Дельта Тан очень хороший клей. Видите, вот его видно, такой черный. Для того, чтобы у нас вот это место было герметичным. Гидроизоляционная пленка в Яндове. У нас монтируется, давайте с этой стороны покажу. Монтируется как бы корыцем. То есть у нас есть небольшой отрезок этой пленки. И мы его заводим, отдельно прокладываем, грубо говоря, ее вот таким вот корыцем. И заводим ее на основную диффузионную мембрану. Так, чтобы у нас это место было максимально герметичным. Дальше здесь укладываем уплотнитель и монтируем шаговую обрешетку. Шаговую обрешетку делаем часто в Яндове. Яндову мы усиливаем. Значит, я говорил, что самое сложное, на мой взгляд, это выравнивание обрешетки. Мы выравниваем обрешетку за счет такой нашей технологии использования трех саморезов. Называется она. То есть у нас здесь вот три самореза. Доска, как вы видите, она висит в воздухе. Вот. Два самореза по бокам. Это конструкционные саморезы с полной резьбой. А посередине дистанционный саморез. То есть мы полностью натягиваем нитки. Мы выравниваем обрешетку за счет дистанционного самореза. И дальше для того, чтобы у нас конструкция была жесткой, мы добавляем еще два самореза. Так, чтобы можно было точно быть уверенным, что с этой конструкцией ничего не произойдет. И кровля у вас не улетит и не развалится. Этот вариант уже испытанный на многих крышах. Еще он нам очень нравится, потому что крышу теперь, ну вот эту вот обрешетку, уравнивать очень быстро. Саморезы у нас, значит, находятся в такой вот коробочке. Здесь вот есть образец. Вот он. Вот такие вот саморезы. Шесть миллиметров толщина этого самореза. И сто двадцать миллиметров длина. Собственно говоря, то, что написано у нас на коробке. Здесь вот и есть такая вот обдувалка. Нужна для того, чтобы топыли и опилки, которые образуются у нас в процессе производства работы, чтобы это можно было все сдуть. И на крыше ничего не оставалось лишнего. Вот такая вот у нас небольшая крыша, но достаточно сложная. С какими-то кукушками. Вот с такой вот башенкой. Делаем. Субтитры сделал DimaTorzok